Дополнение вышло и многие делают видосы, какие колоды стоит попробовать, но я же решил сделать в тысячу раз проще, все для работяг, показать вам самую первую колоду максимально бюджетную, то есть в этой колоде вы не можете найти ни одной легендарки, даже вот этот вот Мурлок, который новый крутой Мурлок, легендарка, его здесь нету, потому что он здесь нафиг не нужен, и получается это бюджетная колода без легендарек. Почему я решил сделать первую колоду бюджетную? Все очень просто, потому что мета в начале дополнения максимально быстро меняется, 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 и очевидно, что любая колода, которую вам кто угодно может показать, она может смениться через день, через два, через три, через неделю, даже через полчаса ваша колода может просто уйти из меты, и вы просто-напросто зря потратите пыль. Поэтому бюджетная колода на Мурлоках это именно наш вариант, тем более эта колода сейчас разваливает и ест все, что попадается у него на пути. Казалось бы, Мурлок колода, чего? Типа все могут добавить к себе в колоду краба, и все, и ты проиграешь на первом-третьем ходу. Но давай я тебе расскажу, в чем сила этой колоды, и покажу ее, да? Итак, маленький краткий ввод в колоду. Если тебе не интересно, да, то можешь сразу перемотать на геймплей. Погнали! Итак, в чем раньше была проблема у Мурлокалод? В ресурсах. Если твой стол уничтожали, все, тебе жопа. Можно сразу консидрить и ливать, потому что заново заполнить стол тебе практически было невозможно, кроме как если ты сделаешь квест на шамана, да? Это единственный твой вариант был. Но, как показала практика, это не работало. Сейчас же Blizzard пытаются ввести новую систему ресурсов у шамана. А это именно, если вы помните, был такой друид на пеньках, который вызывал кучу огневичков и потом кидал дух леса с предсмертным хрипом, которых, если ты убиваешь огневичков какой-нибудь массовкой, то тебе надо было еще с пеньками как-то разбираться. Если ты ни с тем, ни с тем, с одним из них не разбираешься, то куча бафов, рев, тебе жопа. Тут примерно такая же логика. Какие новые карты у нас появились? То есть у нас появился Склицкий хлипень, Ядовитый плавник, Дух Мурлока, Удильщик Клоаки. Это вот эти вот карты, которые сейчас дают возможность жить в Мурлок-Колоде. Поехали, коротко про каждую из них. Склицкий хлипень. Я его очень сильно недооценивал. Сейчас я считаю, что это самый сильный первый дроп, который есть в данный момент в игре. Даже не только у Мурлоков. Объясняю почему. Первый дроп от 2-1. У Агроколоды 2-1 хороший первый дроп. Это вообще классно. Если ты, конечно, играешь не против мага, но даже если против мага, то это ок. Он дает прихвостни. Прихвостни отличнейшая штука. Я их тоже недооценивал. Много прихвостней, которые дают нереально крутой буст. Если тебе выпадет прихвостник, который дает случайный дроп за 2, считай, ты просто в шоколаде. Есть прихвостник, который наносит 2 дницу урона боевым ключом. Есть прихвостник, который раскапывает заклинания. Есть прихвостник, который дает плюс 1 существу твоему и натиск. И это все крутые их прихвостни. Я не помню, есть ли там еще, надо смотреть. Вот. Но, по-моему, их всего 4. А может и нет. Ладно, неважно. Ядовитый плавник. То есть даже если у тебя будет перегрузка на втором ходу, прихвостник стоит единичку. Если ты на втором ходу вываливаешь 1-1 плюс случайный дроп за 2, это отлично. Потому что обычно ты на втором дропе мог вывалить только второй дроп. И все. Ядовитый плавник. Помимо того, что это яд. Очевидно. Очевидно. Яд всегда в агроколоде. Это максимально круто проходить сквозь провокаторы, сквозь жирных существ и так далее. Это очень круто. Но. Это за одну ману. Мурлок 1-2. То есть его так просто харчком или тычком какого-нибудь коленка разбойника просто не снести. Почему это круто? Переходим сразу к удилищику клаки. Это MVP любой колоды Мурлока сейчас. Он просто дает возможность второго дыхания. Ты просто выставляешь удильщика клаки, несколько мурлоков и у тебя помимо того, что ты выставил стол, у тебя еще есть целая рука, еще куча мурлок, в которых ты можешь выставить еще одного такого удильщика клаки и еще ресайклить до бесконечности. Но если, конечно, тебе повезет. Это просто возможность бесконечно крутить колоду мурлоками. Конечно же, пока его не убьют. А учитывая его статы 2-3. Он достаточно крепкий парень. И второй MVP, который дает жить очень сильно мурлокам, это дух мурлока. Выставляешь себе кучу существ. Как раз таки для этого здесь и нужны перенапряжение и громголов. И считай ты в шоколаде. Накинув туда дух мурлока, даже на тотем, даже на дождь и жаб, накинув дух мурлока, ты будешь просто... Ну, грубо говоря, у тебя будет жопа в перекрытии. Даже если стол твой зачистят, у тебя будет куча мурлоков, которые, кстати, будут бафать мурлока-волнамута при выходе. Которые будут, возможно, забафаны мурлоком-полководцем и жаждой крови. Отлично! Отлично! И почему не добавил шамана-мурлока в новую легендарку сюда? Так потому что обычно у агрокалод либо ты побеждаешь на 5-8 ходу, либо ты проигрываешь по крутости карт, да, потому что, как говорится, с 8-го хода тебе выставят там какое-нибудь большое существо с провокатором. И если у тебя не будет яда или какой-то возможности пробиться, то ты проиграл. И поэтому этого мурлока выставлять можно минимум на 5-ом ходу. Но потому что выставишься на 4-ом ходу, да, ты его можешь выставить, но если его убьют, то он просто нереализованный останется. То есть, чтобы его реализовать, нужно на 5-ом ходу и больше использовать. То есть, как минимум с одним мурлоком крутым и так далее. Но тут мы в этой колоде решили от этого отказаться и взять другую синергию, которая не настолько медленная, которая максимально крутая. Смотри, ставишь ловца бурь, который дает тебе рандомное заклинание за 5 или больше. А у нас есть 2 заклинания за 5 в данной колоде. Это Блудласт, который, очевидно, финишер наш. И Дождь и Жаб, который стенка для наших мурлоков и потенциально 3 существа под дух мурлока. Что отлично. И еще новая карта. Маг Похитителей Солнца. За 5 мана 4-4, который наносит 4 единицы урона. Если ты помнишь, раньше была вот такая вот карта. Которая даже в прошлом дополнении, даже месяц назад использовалась в агроколодах. И его можно было увидеть очень часто в агромаге. Сейчас же карта намного круче. Если давным-давно еще давнее вспомнить, то были за 5 маны челики. Если у тебя в руке дракон, то ты мог нанести 3 единицы урона. Сейчас же это новый уровень. Эту штуку ты можешь направлять и в лицо, и в существ, и в кого угодно. Погнали посмотрим, как работает эта дека. Очередной глупый воин, который думает, что он сильнее меня. Кстати, наверное, против воина есть смысл даже заюзать через монетку удильщика к лаке, если мне сейчас придет еще один мурлок. Хотя, наверное, даже и так заюзаю. Потому что он быстро не сможет никаким образом разменять удильщика. Да, отлично. Отличная идея. Погнали. Сейчас он охереет просто. Что он делает, безумец? Можешь ливать, кстати. Поехали. За единичку можно было бы, кстати. Ну ладно, не так. Вот этого мурлока я хотел, чтобы не тратить яд, но ладно. Так тоже пойдет. Теперь поставить вот этого. Теперь поставить дух мурлока. И у нас, в принципе, все будет под защитой. У нас все будет, в принципе, под защитой. Даже если он что-то сделает там суперплохое. Ставим дух Оракула. Ставим духов. И даже если он найдет какой-то ремовл, не страшно. Абсолютно не страшно. Потому что максимум, что он может сейчас провернуть, это два раза прокрутить. Два раза прокручивает, еще мурлоки вываливаются. Все просчитано. А у него ничего нету там за проблем никаких. Так. Ну я, наверное, даже выставляю громголово. Чтобы не было там всяких потасовок и так далее. Хотя можно взять горлок. Не, давай вот этого. Давай. Потасовочка, да? В 3-5, в 3-5, в 3-5. А, супер коллайдер. Лол, так это не проблема вообще. Это летал. Дамы и господа, мы только что выиграли контроль воина. Самое везучее существо в мультивселенной. Выставляем хлюпень. Отличный первый дроп. Два хлюпня. Это погомега. Бам-бам. Кстати, ни разу не видел чернокнижника. Что он мне продаст? Это, конечно, хорошо. Но хорошо бы его на громголово заюзать. Однажды я, короче, заюзал видимо перехвастень на громголово и получил 7-8 элементаля с провокацией шамановского. Это было весело. Блин. Хотя, возможно, сейчас придется на него заюзать. Хотя. Не, нам нужно еще одного взять провокатора. Или нет? Да я подумаю. Если я выставлю хлистня, он разменяется обоими. Ладно. Делаю таким вот образом. Один-три. Нормально. Этот вариант меня устраивает. Он не сможет разменяться демоном. Если он разменяется 2-3, у меня плюс перлокатор. Этот вариант меня устраивает. Окей. Окей. Правда, один-три. Не очень килл-то. Ну, тем не менее. О, это жопа. Этот вариант мне не очень ссорит. Не разменивайся. Зачем оно тим-то? Так. Хлюпень. Или зон. Или сейчас посмотрим, что будет. Да, или зон. И мы ударяем сюда. Или сюда. Если ударяем сюда, то он не сможет пробиться. Я на следующих ход разбиваю. Да, нормально. Идеально. Первый раз вижу такого чернокнижика. Интересно, что у него за колода. Возможно, какой-то новый архетип. Зоолока? Да, скорее всего. Дай мне в лицо. Это не то, что я хотел, но... Ладно, не будем... Не будем о плохом. Мне кажется, такой вариант достаточно нормален. Учитывая, что я сейчас делаю. Я сейчас делаю вот так. Я сейчас делаю вот так. И у него появляется еще один вырлок, который забафает этого. Отлично. Плюс у меня на следующем ходу громголов. Плюс молния. Плюс два челика. Все отлично. Все под контролем. Наверное. Сейчас он затаскивает какое-то существо и не под контролем. У него заканчивается ресурс. Ему надо тапаться. Он теряет контроль стола. Мы захватываем контроль стола. И все. Эта катка, можно сказать, уже на 99.999999999999% уиграла. Если не произойдет чудо. Но, как мы знаем, в Харцоне всякая дирама может произойти и чудеса бывают. Тапайся, тапайся. Давай, давай, давай. Хорош. Я бы на его месте, наверное, даже единичку бы ударил. Почему нет? Громголов. Молния. Хотя, наверное, и не... Обязательно-обязательно. Я разобью вот этим, потому что... Потому что хочу оставить кучу существ. Кучу существ. На всякий случай. Под Мурлока, под Блудла, под еще что-нибудь. Короче, максимизируй свои ресурсы. Как и делают настоящие про-игроки. То есть, не я. Но душеворот. Он пошел лун, у него кончаются ресурсы. Он думает, что бы ему сейчас сделать. Напомню, что пятерка... Гадкин 4-5, который дает всем единичку урона в конце хода, она ушла. Вольный. Поэтому... Два прихвест. Два прихвест нет. Может быть страшно. Опа, минус рафам. Минус рафам, это круто. Итого. Что мы здесь делаем? Мы здесь делаем так. Мы здесь делаем так. Давай 7-8 элементаля с провокацией. Неприятно. Ладно, давай сделаем так. И вот так вот сделаем. Чтобы на всякий случай... Ничего плохого не произошло. Ну, он мне дал огромного элементаля, как я и хотел. Но этот не может атаковать. А Сайленсу у меня нет. У меня, конечно, есть вспышка, молния, там, Торси Босси. То есть я могу его заставить двигаться. Но если выпадет, конечно. Ведьмин котел. И что ты будешь делать с Ведьмином котлом? Размениваться с элементалем? И дашь мне ходячую огромную ебаку? Брат. Она не может атаковать. А, нет. Все, нормально. Все нормально. Наверное, стоило тебе на котел заюзать натиск, чтобы разменяться с единичками. Хотя фиг знает. Потому что если Блуд Ласс пердет, то тебе Энивей Габелла. Странная у него колода. Странная. Но то, что у него куча прихвостней и с единичек, это интересно. А, вот она в чем. Приколямба. Морской великан. Я понял. Возможно, ему просто не пришли яйца. Да. Возможно, ему просто не пришли яйца. И ты сейчас не разменяешься, не получишь. Куда? Куда ты хотел? Жажда крови. Табдеком. А, подожди. А, при неполном здоровье. Ну, найс, играю пять лет в эту игру и не знаю то, что это и работает именно так. Тогда и был смысл атаковать, кстати. Хештег там от Нубас. Если честно, мне стыдно. Нет. Хештег там от Нубаса. Хештег там от Нубаса. Да.